Давайте приступим. Ответственно стараемся не пропускать, так вот она фога пошла. Очень, очень долго не смогу пострелять. Очень много фог стало. Попали, есть. Но здесь неплохо, да, с выстрела как бы режет крыло, отлично режет. По первым моим впечатлениям, да, то есть были ситуации у нас вчера с М4, когда месер мог выдержать до трех попаданий, но третье было, конечно, уже через чур наглость, и двигатель загорался, но тем не менее даже пилотболом оставался шить. Здесь сейчас бронебойка, первое попадание и минус крыло. Так, здесь киртык уже ему, я за ним даже не повелечу, или он будет воевать еще. Так, с ним работаю, пускай. Проходим мимо. В общем, следующую цель добавим туда шестерину только. Людейдюм, здорово, привет! Кто ты у нас? Если ты из нашего, если нет, добро пожаловать сюда. Не забываем подписываться, буду рад. Так, сюда пошел какой-то челик. Вот он он. Оп, он меня-то видел, я его нет. Нет, у меня тоже нет. Гранции, здорово! Привет! Уже не знакомый. Оп, так, быстро, друг, это уже... Опа-па-па-па-па. С этим работаю. Так, снимать него. И теперь помогать шестерину снимать. Дефоки, поэтому этого мессерка уже сейчас раз... Да. расклевали, вот на этого можно попробовать. Ребят, чатики вижу, сейчас отвечу. Хорош, молодец, крутите. Я бы, ну я не знаю, только видел он меня или просто так закладывал. Блин, как круче. Он еще лагучий какой. Есть попадание. Еще одно. Блин, отрывает, в принципе, отрывает все конечности, скажем, да, в район которых приходится 37 мм. Так что бронебойки на ЛСШ-37 поэффективнее будут по первым впечатлениям, чем на... чем 37 М4, как по мне так по мне так поприятней. Хотя бы редко попадаешь, да, в том же ключе, но попадание, в принципе, приносит. Ой-ой-ой, кто-то у меня на 6 не успеет уже вот это выбрать. Скорее всего. Так, а давайте мы тогда вот этот фокус... Нет, на фокусе уже пошли. Но этого мессерка только можно. Граб Владимир, всем привет, ребят. Спасибо, что заглянули. Добро пожаловать, приятного просмотра. Вот он, мессерок. Почему на Твиче? Качество лучше, реакция Твича лучше, настроек минимальный, да, то есть ввел название, нажал кнопку, поехали. Общение в течение оффлайн, в чате, пожалуйста. То есть здесь для стриминга, именно для прямого эфира, вот это мне не нравится, что у меня сзади там. Для прямого эфира это все-таки трассный был гадина. Ладно. Именно для прямого эфира Твич поудобней, по приятней мне, как стримеру, надеюсь, для вас, как для зрителей, разницы принципиальной не будет. Оповещения о трансляциях буду стараться не забывать давать в Дискорде. Соответственно, ну, скоро отойдем от такого формата, чтобы давать эти оповещения на Ютубе. Надежда на то, что люди уже, кто желает бывать на стримах, уже знают, что я на Твиче и, соответственно, будут подходить, подтягиваться уже на Твиче непосредственно. Ну, попадание было четкое, правильно? Правильно. Есть. Нет, смотрите, все, Ша-37 не упускает взятый ей уровень. сам стремлен на Твиче этого от Стронций Сава. Удобнее, да, Ютуб начал сдавать в этом плане. И честь, все-таки, мне больше понравилось. Здесь стоит, ну, как бы, он такой замороченный в плане настроек, еще непонятно, что там за... предлагают при наборе определенных числа подписчиков некий партнерство, да, но, как я понимаю, это будет мне каким образом для меня плюсов, плюсы будут для вас в виде качества, может быть, оповещения, потому что пока не было достаточно количества подписчиков даже оповещения, по-моему, не приходили зрителям потому что трансляция началась. Прогают меньше качества, вернее, это же. Так, какой у меня сейчас... Это мне предлагают сейчас? Давайте я сейчас перезапущу, если сильно лагает. Давайте на 720 попробуем, как оно будет выглядеть, потому что до этого стримили, вроде бы, вообще никто не жаловался, не то, чтобы было много народу, но... А, ну вот, да. Сейчас себе дают только... А, то есть сейчас у меня 1080 и больше ничего? Здесь не 720 я не могу поставить, ни больше, ни меньше, короче, да? Блин, если лагает, то... Трителю надо, конечно, уменьшать. Но я могу сейчас битрейт пробовать увеличить, но я не уверен, что твич пропустит такой битрейт. Там, по-моему, по 6000 только можно. Так, ну ладно, этого убивают. Распал. Распал, заходик. Еще один. не лег. А сейчас кто? Это вот он стрелял? Да ладно. Да то лагающее чудо. Любовь с ему. Да, перевисеть на лаге мессера практически нереально. Поэтому придется выпускать закрылочки, распушаться и пытаться вот таким образом пропустить. Таким образом пропустить. А, вон он, второй. Не так просто. Ну да, их двое. И попробуем повоевать. Есть, ёбарегаде. Выхватил. Ари, он, блин, еще крутится. Но я не поверю. Ну как так-то? 37 мм прилетело четко. И это не было каким-нибудь там пулеметиком или еще чем-то. И он все еще летит и и он еще сопротивляется. Молодец. Получается, еще и выиграл мне для двигателя встал. Переигрел. 7700 разрешенный битрейт. Давайте сейчас попробуем 7700. Сейчас далеко не расходитесь. Что же он? Кармата был, судя по всему. Да, выхватил прям хорошо попец-то. Так, сейчас тебе дают 1008. Понял? Все, я понял. То есть, сейчас у меня чисто 1008. Ладно, будем ждать тогда определенного количества определенных выполнения своих операций. Так, я не знаю, 7700 поставить, ребят, как вы думаете? Битрейт. У тебя уже, наверное, партнер Стронс. Четверых? Да ладно. Да ладно. Стронс. 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 Стронс.